Ребят, я, если честно, от вот этого шарика просто в восторге. Ой, вроде детская забава, но мне так нравится, мне так нравится, как бы мне так себя поставить здесь. И вот он сразу переливается. А! И я вот это вот... А, я сюда на печку раскладываю. Ага. А! Ну, короче, смысл понятен, что я тут балуюсь детской грулей. Можно было и не на повар... А, кого ты порвал? Ну, ничего, приклеим, постараемся приклеить аккуратно. Короче, играюсь, играюсь вот этой штучкой, пробую его жонглировать, и я в таком восторге! У меня тут детство. Оставь в покое, потом вместе понаклеиваем. Ну, мы же договаривались, нет? Да. Так, я, в общем-то, в диком восторге от этого шарика, попрыгунчика, вот. И сейчас уже... Давай вместе потом, пожалуйста, посмотрим. Ребятки, я начала готовить супец. Я вот супец готовлю. Я куру на супец обжарила сначала. Я куру обжарила вчера или сегодня утром, или вчера вечером. Володя с таким восторгом рассказывал о том, что как будет вкусно, если курочку обжарить. Вот. Я так делала, но я так делала со свининой и на борщ. Да, можно. Я так делала со свининой и на борщ. Только мне и папе по ломтику оставишь. Дюшер! Дамир никогда раньше не признавал и не любил Дюшер, друзья мои. А сейчас он почему-то в диком восторге. Буду шоколадку Дамиру открывать. Обычно Дамир съедает всю шоколадку сам. Идем сюда, что вот одну полосочку мне, а вот так одну папе. Все. Остальное все уходит в маленькое жерло ребенка. Понятно, что не за раз. Ну, как бы это логично, что не за раз. Я надеюсь, это всем понятно. Итак, покажу вам, как она выглядит. Вот так она выглядит. Подходи, бери. Ну, подходи, бери. Я когда-то сидела, сидела. На. Я когда-то давно сидела, еще на маторе, когда я была в планете. Ну. И я на шоколадке смотрела видео. И это слегка от нее. Это такая важная информация, как ты срыгал. Здорово. Интересно, кто-то из зрителей об этом посмотрит это видео? Послушает. Замечательную историю, да, Дамир? О том, как ты срыгал. Вот прям чудесно. Это прям, прям молодец. Прям то, что нужно было рассказать. От шоколадки хоть тебе стало плохо или от чего? Да, я, наверное, объелся. Наверное, объелся. Ой, Дамир, Дамир, фильтровать надо информацию. Это можно было рассказать мне на единение. Обязательно было это рассказывать всем, да? Угу. Ну да. Да, Дамир? Угу. А зачем рассказал всем? Ты так хотел поделиться своей бедой и печалью? Наверное, да. Наверное, да. На кота не сядь, на кота не сядь. О, короче. Ну, я так делала, вот как обжаривала именно мясо. Я так делала со свининой. И я так делала в случае, когда готовила борщ. Ну, вот. Супец, я думаю, будет обалденный. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Вот. Очень наваристый получается супчик. Очень наваристый. У меня там обжаренная кура. А готовится все это дело на говяжьем бульоне. Вот. Я такую фишечку подсмотрела на канале Еда Премиум. Там одна... Там одна кулинарка. Она одевала всегда... Я ее убрала. Она одевалась всегда как волшебница. Знаете, такой у нее наряд был. И всегда она готовила... Ну, чтобы, наверное, кот не пришел и не начал есть твою шоколадку. На. 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 Холодильник открыт. Так вот. Она всегда одевалась как волшебница. И у нее всегда были очень интересные, даже, я бы так сказала, волшебные рецепты. И, в общем, она тоже очень любила экспериментировать. Любила готовить. Она рассказывала, что когда ты готовишь бульон, во-первых, овощи, которые ты использовала для приготовления бульона, нужно это все убирать, выбрасывать. Потому что они уже отдали свои витамины бульону. И для самого супа нужно брать еще овощи. Другие новые, уже свеженькие. Вот. И буквально проваривать их самую-самую малость. Уже под самый-самый конец. Вот. Еще меня очень заинтересовали ее супы-пюре. И вот меня заинтересовал момент, когда она готовила, допустим, на говяжьем бульоне с использованием курицы. Или на говяжьем бульоне с использованием свинины. Или же, наоборот, на свином бульоне с использованием... Можно... Или на свином бульоне с использованием курицы, говядины и так далее. То есть, меня это очень заинтересовало, честно говоря, и вот сегодня я буду экспериментировать, и сегодня я готовлю суп на говяжьем бульоне, но мясо у меня будет курица, в данном случае в супе, вот так вот. Уже я вижу, уже я вижу, что получается интересно, получается уже довольно-таки наваристый супчик, уже аромат благоухает на всю комнату от вкусноты супца моего, вот. Поэтому сегодня по почву семью горяченьким супчиком. Естественно, буду готовить что-то еще. А что же я готовила и так далее и тому подобное, как всегда, можно будет посмотреть в инстаграме. Мы сегодня с Дамиром гуляли, я посмотрела по карте на КПД-80. Это, конечно, остановка второго маршрута в находке. И вы знаете, если когда-то я, не видя даже этого района, гнала на него, то я посмотрела и, честно говоря, мне зашло, меня заинтересовал район, мне понравилось. И там такое жилье дешевое, я была бы, наверное, не против там жить, но была бы я не против там жить, если бы я до этого не отказалась от этого и не сказала Володе, что я хочу жить в центре. Теперь у нас сам загорелся до идей. Мы как бы и сейчас особо не в центре живем, а то еще как бы КПД еще дальше, вот. И вы знаете, сейчас Володя уже сам нацелен на то, чтобы жить в центре. Вот, поэтому, ну, теперь я уже никак его не уломаю, не факт, чтобы есть эта квартира недорогая. Да и смысл было столько времени мучиться, если при всем при этом, при всем при этом все равно, то есть, смысл как бы было столько мучиться, если мы могли на эту квартиру переехать раньше. Смысл было жить здесь, если можно было давно уже на ту квартиру переехать. А так как мы, извините, уже столько времени отмучились, раз уж на то пошло, то уже смысл есть немного потерпеть до июля и переехать уже в нормальное жилье. Я уже жду, не дождусь поездки во Владивосток. У меня столько планов на эту поездку, не знаю, оправдаются ли мои ожидания, мои планы и так далее, но я в любом случае ее хочу, потому что для меня поездка во Владивосток будет как глоток свежего воздуха. Это новые впечатления, это что-то новое, это что-то интересное. Вот, мне так хочется поехать во Владивосток, я так этого хочу. Для меня это новые впечатления, а я всегда обеими руками и ногами за новые впечатления. И, естественно, я поделюсь ими с вами, естественно, я обязательно поснимаю нашу поездку. А, конечно, я всеми частями тела хочу. Конечно, я хочу. Да, даже кишочками. А ты не хочешь новых впечатлений? Не хочешь поездки во Владивосток? И вот и я хочу. Потому что там океанариум, дельфинарии, аквапарк, сафари парк. Ай, я там столько всего, там большое количество всяких исторических памятников. Там очень красивые виды разворачиваются. Я все это так хочу посмотреть. Плюс ко всему я вижу, как туда слетаются туристы, особенно азиатские туристы. И оставь папе немного. Ага, хотя бы одну штучку мне и две папе хотя бы. Хорошо, две-три штуки оставь. Уходомирчик, вот так я заберу у тебя две штучки. Я не знаю, сколько там. Сейчас много, а потом, ой, извините. Ну, закончится потом. Так, значит, что я хотела. Там столько всего. И если туда настолько, с таким рвением слетаются азиатские туристы, у которых у самих хватает, что посмотреть. И некоторые из них даже говорят, что они очень хотят вернуться во Владивосток. Если Владивосток их впечатлил, многих даже больше, чем ту же Германию и так далее. То, блин, мне действительно хочется посмотреть, что же там такого в этом городе. Действительно ли он такой прекрасный, как говорят множество туристов. Действительно ли туда стоит ехать? Что же там такое? Мне хочется посмотреть своими глазами воочию. Как же выглядит этот город? Что же там такое? Тем более, что столько разговоров у нас было о Владивостоке еще с 2014-го даже года. Когда только началась война, один из мест, куда мы хотели бы переехать на тот момент, это было вполне возможно, что Владивосток. Поэтому нужно... Мы не будем ни на каком тогда разговаривать. Скорее всего, люди, которые занимаются торговлей, они очень многие знают английский язык. И спросить у них на английском, сколько что будет стоить, это не так уж и сложно. Можно вообще не разговаривать. Там везде ценники. Придешь, посмотришь, где ценники будут и расплатишься. Те в конце концов помогут. Есть переводчик в телефоне, раз уж на то пошло онлайн. Тебе говорят, и сразу переводится. И наоборот, в обратном порядке. В гостиницах разговаривают чаще всего на английском языке. Естественно, мы будем путешествовать в страны, где не говорят по-русски. Но, допустим, в Турции говорят на русском языке обслуживающий персонал, потому что очень много туристов из России. А в Японии и в Китае я не знаю, но, скорее всего, они на каком-то ломаном английском говорят. Ну, как-то разберемся, да, Мирчик? Это не стоит того, чтобы туда не ехать. А японский язык, между прочим, учат и по 12-13 лет. Они столько лет его учат сами. У них несколько алфавитов, несколько вариантов написания иероглифов, несколько там систем написания слов. Поэтому, знаешь, это они его учат столько лет. И они находятся в этой среде, где у них все родственники говорят на японском, все друзья говорят на японском. И они общаются на японском с детства. А представь ты, который не разговаривает на русском даже. Нормально еще пока что, хорошо. А то японский. Не обязательно учить японский язык, чтобы поехать в Японию. Разберемся. В общем, как-то так, друзья мои. Вот такие мои мысли на сегодня. Вот такие мои какие-то планы, стремления и так далее. Так, без 10, 10, 20, 30, 20 минут. Так, Времка посмотрела вот по своим тут делам. Так, все, ребятки, все, мои хорошие. Буду я заниматься своими делами хозяйственными. Буду доваривать супец, буду думать, что еще готовить на второе. Вот. Ну, а за всем прощаюсь. Целую, люблю, бывает. Смотрите, смотрите, обязательно. Да, ссылочка к пану Кондратюку. Вот. Потому что это его фраза. Я неудобно разговариваю и не очень. А дети, я не разговариваю на каких-то. Что, Дамир? А дети, я не разговариваю. На каких? Японцы не бегают на русском, не разговаривают. Нет, Дамир. А где дети? Откуда они будут знать русский язык, дети японские? Ты знаешь, ты ребенок, ты знаешь японский язык? Ну, вот и все. Они не знают русский. С чего будем знать русский? Никак ты с ними не будешь разговаривать. Ты будешь ехать отпаривать свою попу на пляже. Покупать всякие интересные сувениры. Ходить по всяким интересным местам, чтобы тебе рыбки, ножки, это самое, там, игрались, щекотали, там, ходить на всякие процедурки. На пляжах ходить, отдыхать. И разговаривать ты будешь со мной и с папой, с которыми ты поедешь туда. А потом приедешь и дальше будешь общаться с детьми русскими, с которыми ты будешь здесь дружить, общаться и так далее. Да. Да, Дамирчика. Когда ты едешь на отдых с родителями, тебе необязательно общаться с иностранными детьми и знакомиться с ними. В конце концов, для детей, мне кажется, это даже никакой не барьер для того, чтобы поиграть. Не обязательно разговаривать. Для того, чтобы строить замок на песке с другим ребенком, с ним не нужно разговаривать. Или если плескаться в воде, или еще что-то. Это можно делать и так. Повизгивая, радуясь, показывая какой-то интонацией, что ты доброжелательно относишься или ребенок к тебе. Интонацией показывает, что он старается. Что все хорошо, если ты улыбаешься и счастлив, и тот ребенок улыбается и счастлив, значит, у вас все нормально и все хорошо. Ну вот и все. Как означать, что ты сам и счастлив? Дамир, когда будем на месте, я не общаюсь на языке детей, особенно на языке японских детей. Приедем, разберемся, надо тебе будет это или нет. Если что, то сделаем замок вместе, со мной и с папой. Я еще раз говорю, на отдыхе в другой стране не обязательно знакомиться с иностранцами. Понятно? Так, все, друзья мои, я говорю, целую, люблю, бывает, отсылочка к пану Кондратюку. Вот, все, я погнала, буду доготавливать супец, буду заниматься еще делами, обязательно встретимся с вами в моем, так сказать, фоторепортаже в Инстаграме. Заходите, подписывайтесь обязательно. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok